Здорово, это Шамшурин. Здесь ты видишь кусочек, где я своему индивидуальному ученику рассказываю, как выполняются задания. То есть, смотри, когда люди... Ну, то есть, коротко, чтобы тебе научиться общаться с женщинами по моей системе, допустим, есть какие-то разные теории, конечно, на мой взгляд, это в 90% случаев полнейшая херня. То есть, чтобы просто знакомство или просто свидание стало для тебя обычной нормой по уровню ощущений, я имею в виду. Значит, тебе надо сделать определенные практики, вещи и задания, они не такие уж прям супер трешовые, это они тебе вначале кажутся таковыми, которые не просто свидание или не просто знакомство. То есть, что-то ты делаешь, соответственно, убираешь те или иные зажимы, те или иные стереотипы, барьеры из своей головы и уровень общения становится для тебя комфортным, то есть, то, к чему нужно прийти и эффективным для тебя, потому что понимание приходит. И когда ты выполняешь эти задания, то есть, часто люди сталкиваются на тренинге практика, либо на индивидуальных каких-то занятиях, либо выполняя задания из моей системы со следующей историей. Значит, поскольку пока еще дискомфортно, ты идешь выполнять какое-то конкретное задание, направленное на улучшение какого-то там своего самочувствия в моменте, и происходит такая история. То есть, когда ты видишь девушку, ну, очень красивую, которая тебе очень сильно понравилась, ты внутренне там осознанно или бессознательно, неважно, долго рассказываешь, ты принимаешь решение не делать на ней это задание и упражнение, ты принимаешь решение просто с ней пойти там пообщаться или познакомиться. Логика ясна. Да, то есть, тебе не хочется ее потерять. Но это про что? Про то, что есть завышенная значимость этой женщины для тебя, хотя не знаю, откуда она берется, только сейчас ее увидел. Может, она вообще тварь какая-нибудь последняя. И при этом, как бы, эта завышенная значимость тебе говорит, что давай не будем на ней делать эту херню, давай просто пойдем пообщаемся. Но ключевое, что когда ты вот так вот выбираешь просто пообщаться, ты так и не прокачиваешься. Получается, что эти женщины, там, особо для тебя привлекательные, особо красивые, особо желанные, они так и остаются для тебя особо значимыми. Соответственно, с ними у тебя всегда будет волнительное самоощущение, ты будешь себя в чем-то ограничивать, и они так и останутся для тебя неприступными. В этом вся ловушка. И здесь дальше я вставил кусочек, где я рассказываю, как бы, как себя уговорить на выполнение заданий. Посмотри обязательно, я думаю, для тебя это будет полезно. И я приглашаю тебя на ближайшую практику, которая у нас стартует вот в начале июня. Да, ты здесь внизу, оставляй заявку, вписывайся. Либо, если ты хочешь поработать со мной персонально, я решил возобновить свои персональные занятия с людьми. Мне что-то стало скучно. Да, это дорого, это качественно, это эффективно. Если ты хочешь персональной работы, вписывайся ко мне в персональный тренинг, либо к моим тренерам. Короче, все ссылки здесь внизу, смотри видос, для тебя это будет полезно и интересно. Еще раз вопрос. Смотри, ну, допустим, если ты подходишь к девке, да, она тебе понравилась. Ты подходишь, ты видишь красивую женщину, тебе надо сделать задание. Тебе надо сделать задание, но в процессе, в самом начале ты начнешь с ней диалог, она по первой реакции отреагирует. Я понял твой вопрос. Она на тебя нормально реагирует, ведется. Ты только ее открыл, а сейчас тебе надо на ней сделать какое-то задание, например, горлом или какую-то там, как тебе кажется, там, дикую херню, ну, другую, да, например. То есть, ну, это стандартная штука, потому что, смотри, как тебе объяснить. Это про такую отложенную выгоду, ну, знаешь, типа, как вот там детей учат, ты можешь сожрать сейчас там конфетку, да, а можешь ее там отложить и съесть через сколько-то. Это про предпринимателей, которые, понимаешь, то есть, это склад личности, которые, либо ты сейчас получаешь какой-то там дивиденд, денежку, не знаю, зарплату, идешь довольный домой, потом, правда, не знаю, что будет. Либо это вот это же умение, когда люди там, знаешь, инвестируют, реинвестируют, то есть, ты заработал, говоришь, не, я сейчас не буду себе покупать там этот, не знаю, там, автомобиль, я лучше там еще открою там одну точку своего предприятия. То есть, тебе хочется, но ты говоришь, окей, лучше я, типа, сейчас еще попыхчу, но зато потом будет намного больше. Здесь тоже самый, принцип такой же. То есть, если ты сейчас у нее возьмешь телефон, но при этом ты не прокачался на какие-то свои зажимы, не убрал, вот этот горлом не проработал, ну, что-то еще, то есть, тебе будет сложнее потом ее, типа, соблазнить и заняться с ней сексом все равно, потому что, как бы, ну, да, телефон сейчас, но при этом ты туда идешь неподготовленный. А если ты, короче, говоришь, нет, я выбираю сделать задание, они же для чего-то, то есть, они для того, чтобы ты научился этому, там, вот в этой ситуации, там, спокойнее быть, в этой, там, наглее, в этой. Лучше ты сейчас ее потеряешь, как бы, зато ты на ней научишься. И потом будет, если это твоя женщина, она никуда не денется. Потом будет какая-то следующая, 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 но ты туда уже идешь более прокачанно. Тут ты выбираешь не прокачиваться. Ты идешь, на тебя, там, допустим, неожиданно приятная реакция, думаешь, блин, нахер мне все делать, когда на меня хорошо рекомендует. Ну, это, как сказать, конверсия в эту приятную реакцию будет гораздо больше, если ты прокачаешься. Тут это скорее везение, ну, ты выиграл в лотерею, а там это скорее просчитанный бизнес, где ты, короче, у тебя есть система, да, там, бизнес-процессы, все выстроено, ты четко понимаешь, как надо на это влиять, понимаешь. А это просто ты купил там билет с портлато и выиграл, потом пропил эти деньги, ну, образно говоря, пошел на свидание, ничего не смог сделать, она слилась и сидишь. Плюс, смотри, это про значимость. Здесь, как бы, очень важный момент, если ты сможешь убрать, ну, убрать не получится, сильно оккупировать, минимизировать вот эту значимость женщин для себя. Ты идешь, она тебя оценила, она согласилась, вон розовая какая интересная. Смотри, Вань, да ты не замирай, я тебе говорю, вон розовая женщина, худая, правда. Это еще одна, кстати, твоя тема, когда я говорю про какую-то женщину, ты такой, ты же можешь, ну, в этот момент посмотреть, там, не знаю. Не, надо это, я ломаю, пытаюсь ломать себя. Надо себя ломать, Вань, то есть тебе можно хотя бы посмотреть, потому что сейчас, приму, какая история, если ты не можешь посмотреть, как ты будешь там с ними что-то делать. Я уже, знаешь, как бы, да. Я тебе говорю, надо наоборот на них смотреть вот так вот, типа, пусть она, да, пусть это выглядит слишком примативно, как и примитивно, как вот эти вот, там, пацаны из Дагестана, там, часто, э-э-э-э, да, или какие-то. Но я тебе не предлагаю здесь делать так же, да, но здесь хотя бы начни смотреть, ну, как бы флирт, он еще начинается с того, что с ней какой-то есть контакт глаз, чего-то еще. Что я говорил про этот горло? Ты смотри, когда ты подходишь там, ты говоришь, мне важно сделать задание, ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Потом у тебя не будет проблем с тем, о чем разговаривать. Да, она там типа понравилась. Это вот так, ты знаешь, это как бы на тренинге практики все вот так делают, то есть первое время. Они видят девушку, если она красивая, они выбирают на ней не делать никакие задания, она же красивая, она же. То есть какая-то суперзначимость, да, но она так и будет для них, вот эти женщины такого уровня, они для него так и останутся вот этими суперзначимыми, потому что он на них не тренируется, он через вот эти упражнения не вдалкивает себе в голову, что это обычные люди, это просто женщина, ну там не знаю. Поэтому, Ваня, тут надо прям очень сильно через это перешагивать. Наоборот, даже надо делать это все на самых лучших из представленного ассортимента. Красивое, блядь, надо туда идти. Шел за одной, прям уже знаешь, когда вот мы будем делать горлом, я там рекомендую людям, чтобы это было для них комфортней. Заранее ты видишь такой, думаешь, вот такое-то платье, там какой-нибудь цветочек. Сейчас я ей скажу, что это похоже на что-то, это тоже неплохо. Ну, короче, совсем хорошо будет, когда ты просто вот тебе показали вот тут, и ты такой, типа, о, офига себе там. У тебя какие-то ассоциации родились по поводу ее внешности, ты сказал. Поэтому, если ты даже будешь идти к одной, я тебе буду делать иногда так, что, если я увижу какую-то еще девушку, скажу, Ваня, подожди, фиг с ней, давай к этой. Если она интереснее будет. Да, тебе надо здесь выработать не заготовки, а именно вот этот навык, из ничего сделать разговор. Поэтому сейчас давай с меня начнем. Давай, давай, давай. Спасибо.